Доброе утро, друзья! С вами детская утренняя передача Мир, в котором я живу И мы её ведущие Эвелина И Диана Ну что, готовы к учебному году? Ох, ну не начинается Диана Но лето закончилось Мы отдохнули И с новыми силами Готовы к учебе и развитию Кстати, о развитии Пристегните ремни Мы вас приглашаем на фотовыставку Банка России Путешествия в детство Прямо сейчас нас учат, как различать фальшивые банкноты от настоящих Для того, чтобы определить подлинный денежный знак перед вами или нет Нужно определить не менее четырёх защитных признаков Для этого их надо знать Для того, чтобы их знать Можно зайти на сайт Банка России И там в разделе банкноты и монеты Есть вся информация по всем денежным знакам Которые сейчас находятся у нас в обороте Там можно выбрать те моменты, по которым можно определить Ну, например, какие самые простые, можно сейчас сразу сказать Это, например, защитная нить То есть мы проверяем защитную нить, как она должна выглядеть Это, конечно же, один из самых старых защитных признаков Водяной знак, который видно всегда на просвет Точно так же мы на просвет можем посмотреть и микроперфорацию Вот Очень интересный защитный признак Это вот, если вот так наклонять банкноту Мы увидим, как здесь используется цветопеременная краска Такая вот, меняется цвет Здесь герб города Ярославль То есть разные банкноты у нас В разных банкнотах разные защитные признаки Поэтому нужно знать, где какие И проверять по тем или иным Также можно воспользоваться детектором банкнот Который анализирует водяные, магнитные знаки И все другие признаки Банк России впервые представляет Внимание жителям и гостям Крачево-Черкесии Уникальную выставку путешествия в детство Экспозиция будет состоять из 31 фотополотна На которых будут изображены памятные монеты Эти памятные монеты отчеканились в разное время И на них изображены разные персонажи мультипликационных фильмов Герои народных сказок, писатели и художники И действительно, мы с Эвелиной окунулись в мир наших любимых мультфильмов Тут и Барбоскины, Чебурашка и Крокодил Гена Маша и Медведь и даже мои любимые богатыри Выставка «Путешествие в детство» Это не самый однозначный выставочный проект Банка России Он не похож ни на один из предыдущих проектов И в данной выставке мы хотели бы, чтобы посетители И смогли не только окунуться в детство, но еще поближе Познакомиться с технологиями монетного дела Над каждой памятной монетой работал не просто какой-либо специалист А целая команда И над каждой памятной монетой проводилась очень тщательная работа Нам показали, как выглядит новая пяти тысячи актеров Она очень красивая Все красиво Как тебе выставка и что тебе больше всего на ней понравилось? Мне больше всего понравилось, когда рассказывали про древние бумажные деньги Про то, как различать фальшивые от настоящих денег И про то, как вообще делали бумажные деньги Памятные монеты в обычной жизни встречаются редко Вот у меня была всего лишь одна, олимпийская, от зубной феи А вот на выставке можно их хорошенько рассмотреть и даже освежить в памяти кое-какие детали Узнать информацию о художнике Ребят, представляете, вот так выглядит целый миллиард рублей А вот это всего 5 миллионов Получается, если на путешествие откладывал целый миллиард, его придется везти вот так? Думаю, что выставка будет интересна и детям, и родителям И появится повод пересмотреть свои любимые мультики вместе Ох, после такой выставки я хочу составить список тех монет, которые я хочу себе приобрести А как насчет списка литературы на лето? Ну, готовы к опросу от учителей? Мы нашли интересную статистику о том, когда люди читают книжки активнее всего Представьте себе, 100 человек Из этих 100 человек 33 человека читают летом больше А из этих 33 человек 14 читают легкие произведения А остальные 10 оставляют сложные произведения на зиму А вот 9 человек из этих 100 читают зимой книжки про лето, чтобы отвлечься от холодов Лично я обожаю читать книжку, укрывшись теплым клетом и с чашкой горячего чая в руке А какое произведение подготовила нам Эвелина, мы прямо сейчас узнаем из нашей рубрики А у меня для вас книга идеально подходящая начало учебного года Сегодня рекомендую Аллу Азурнину «Кто ты среди одноклассников?» Тут расписаны все секреты общения со сверстниками История ведется от лица мальчика, ученика 6 класса Но есть глава от лица девочек и даже из биографии самого автора Здесь написано, что делать при буллинге Почему учителя любят успешных Как не быть серой мышкой и как стать лидером Эта книга кладовая советов на все волнующие темы И пособия о том, как решать проблемы, с которыми сталкиваются подростки Лично я была под впечатлением попросту от оглавления Больше всего мне запомнилась лестница наоборот Это когда класс делится на определенные группы по ступенькам И что самое интересное, это работает в каждом коллективе Поэтому эту книжку стоит почитать и детям, и взрослым Возможно, после прочтения вы лучше поймете себя А особенно она поможет тем, кто переходит в новый класс А на сегодня у нас все Дальше вас ждет мультик Поздравляем всех с началом учебного года С вами были Эвелина И Диана Если что, мы сестры До новых встреч на канале Россия Пока-пока Где же Чебурашка? Ведь он же должен был меня встретить На, на, синяй щит Субтитры создавал DimaTorzok Ремонт Обманули дурака на четыре кулака Ремонт Здравствуй, Гена Здравствуй, здравствуй, Чебурашка Почему же ты меня не встретил? А я не знал, что ты приедешь А ты получил мою телеграмму? Конечно, получил Вот она, твоя телеграмма Подожди А ты поменяй местами Молодец Ты только посмотри, Гена, какая она красивая А ты ее читал? Нет Я ждал, пока ты приедешь и прочтешь Значит, ты не умеешь читать, Чебурашка Я не умею, Гена Ну, тебе повезло, Чебурашка Завтра же, первое сентября Ну и что? А то, Чебурашечка Что завтра начало учебного года Ты пойдешь в школу И будешь там учиться, понял? А-а-а, понял Это очень здорово! А что? Идея! Я тоже пойду в школу! Решено! Начинаю новую жизнь! А когда выучусь, пойду в зоопарк! Буду работать твоим заместителем! Нет, Чебурашка, нет! Ни за что! Тебе нельзя у нас работать! Ну почему? Ну почему-почему? Съедят! Смотри, вы забыли про школьную форму! Что же делали? В этом магазине мы купим всё! Я вас слушаю! Очень нужна школьная форма! Ваших размеров не завозили! Никогда! Это ему нужна форма! А такого размера не шьют! Меня теперь не возьмут в школу! Возьмут! Ещё как возьмут! Здравствуйте! Срочно нужна школьная форма! Здравствуйте! Для мальчика или для девочки? Разве она похожа на мальчика? Нет, но вы на девочку не похожи! А на кого? Ну скорее, на бабушку! Грубиян! Темнота! Давай форму! Стоп! Стоп! Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Могу я поговорить с директором школы? Здравствуйте! Я директор! Вера, я заведую живым уголком! А это черепаха и ворона! Я к вам чебурашку привёл, чтобы вы научили его читать! И писать! Да, и писать, конечно, тоже! Ничему мы научить его не можем! У нас ремонт! Как это так, ремонт? Завтра же первое сентября! Дети учиться должны! А вдруг кто-нибудь пришлёт им телеграмму? Вот именно! Ремонт! Ремонт! Лариска, вперёд! Сейчас они у меня попрыгают! Лентяи, безобразники! Чтобы немедленно всё закончили! Есть! Порядок! Сейчас всё будет готово! Там за ними Лариска присматривает! Это хорошо! Но у нас нет учителей по живой природе и труду! Я! Я буду учителем по живой природе! А я буду педагогом по труду! Я научу ребят делать ругатки! И управлять всеми видами транспорта! И самолётом! Если я его добуду!